Всем привет, друзья! Вы на канале Шедвили Кровые Миры. Меня зовут Дмитрий. Мы снова в Майнкрафте и снова продолжаем наше медитативное прохождение. Прохождение, где никто никуда не торопится. Сегодня мы, как обычно, продолжим с вами работать вон, вон на той вершине. На том холме нас там полным ходом идет работа над нашей новой шахтой, которая совсем скоро, наверное, уже начнет работать. Нужно только осталось закончить нам домик шахтера, который совсем скоро тоже будет уже, наверное, принимать меня там не как гость, а как хозяина, потому что я туда сразу же перенесу кровать. Ну и, конечно же, спуск вниз надо доработать сегодня и систему сбора и полива урожая, потому что там еще не все ясно. Мы в прошлой серии сделали отличную душевую комнату, правда, тоже ее не закончили. Ну, в общем, работа непочатый край. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Здесь много земли. Нужна ли нам земля? Давайте ведро, наверное, от греха подальше выложим. Пока что вода нам... Хотя понадобится вода. Не будем выкладывать ведро, потому что рано или поздно мы сюда вернемся. Ну что, кирка у нас есть, запасная тоже, лопата. Лопата копать мы не планируем сегодня. Ладно, если что, вернусь. Пошли, будем дольше думать, что нам нужно. Главное сейчас, чтобы нас террорист не взорвал. И это самое главное. Надо оглядываться. Нет здесь спокойствия. Потом я, когда здесь собак рассажу по всем углам, тогда здесь будет спокойствие. Хотя я тогда буду переживать за собак своих, которых могут взорвать. Ну что, трава подбирается уже постепенно к нашему дому. Очень долго растет, кстати. Несколько часов. Сколько у нас серий прошло после того, как мы построили мост? Серии три, наверное. Серия у нас в среднем час, даже чуть больше. Три с половиной часа, чтобы мостик наш зарос. Ну, правда, он зря зарастает. Это ж временный мостик. У нас здесь будет стеклянный мост рано или поздно. Поэтому... Поэтому я не советую... Опять какой-то бомж залез. Не советую траве здесь расти. Ну что, давайте с вами... Где эта скотина рычит? Тут она не может рычать, потому что здесь открытая местность. Его сразу зажарят, конечно. Это не крипер. Ладно, у нас нет камня. Мы в прошлой серии потратили весь камень. Ворота лучше закрою. Вот наш шахтерский домик, который надо будет расширять. Как я уже говорил, он мне больше напоминает... Он мне больше напоминает этот магазин, чем домик. Так, тут надо люк обязательно поставить. Мне некомфортно здесь прыгать. Да, и чтобы на нас... Внезапно никто не напал. Короче, он рычит... Он рычит везде, этот подонок. Со всех сторон рычит. Куда ни зайди, везде он рычит. Тварь, ты где? Ну, это, по-моему, зомби обычный. Ну, здесь нет. Я так понял, он в этом. Во втором отсеке. За стеной, которую мы закрыли. Ладно, не будем обращать на него внимания. Давайте думать про спуск. Нам надо с вами оформить спуск, каким бы он ни был. А для этого нужно найти немного камня. Я думаю, здесь мертвяков нет, поэтому будем... Блин, ну он вообще рядом. Ну, давай, прыгни на меня. Как будто в ухо кричит мне. О, нашел, 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 нашел. Иди сюда, иди сюда. Я же и говорю, ты ж мне в ухо орешь, придурок. Отлично. Прям в ухо кричит, скотина такая. Ну, хорошо, что не зеленый. Так бы меня уже в живых не было. Вот как он сюда залез и здесь находился. Еще и вода какая-то. Ёма, тут ничего не видно. Есть у нас факел? Нет, мы все факелы потратили в прошлой серии. Ладно, туда я не пойду. Короче, вот это еще какой-то у нас помост. Что это за площадь такая? А, это площадка, которая рядом с нами находится. Через стену буквально. Я-то, конечно, отгородился немного, но это ж... Это же опасное дело. Земля есть. Давайте ее заложим нафиг. Я думаю, здесь-то мы копать не будем. А они здесь будут постоянно находиться. Давай, у меня куча земли. Хотя бы вот эти дыры заложим. Так они будут отсюда заходить. Блин, это не очень удачное место. Тем более, еще и проход насквозь, смотрите. Сквозной проход на другую сторону. Ну, для шахты это неплохо, конечно, но... Ладно. Давайте тогда не будем проход закладывать. Давайте собирать лучше камень, а потом здесь что-то придумаем. Все-таки здесь есть выход к воде. Но опять же, без света я тут ничего не сделаю. Ничего не вижу практически. Здесь они постоянно стоят, уроды. Сюда света набросать. Факелы поставить уже будет безопаснее. А потом придумаем, как это место использовать. Хорошо, давайте проход... Ой, проход сделаем. Так, там у нас выход. Там факел. Надеюсь, они не должны появиться. Вот здесь будет у нас выход. Вот где-то вот здесь. Здесь всегда будет вход в шахту. Сразу же мы его пометим чуть позже. Это подъем к душевой комнате. Здесь тоже будет перекрыто. Хотя, как я это реализую, не знаю. Ну, а здесь будет спуск. Даже можно спуск делать вот такой. Вот такой. Аккуратный спуск пошел. Естественно, он будет каменный. Сука, камня набил. 11 штук. Немного, конечно. Ничего сойдет. Что-то я выбил с него. Картошку выбил. Фу, мы можем картофель сажать. Да неужели? Это надо сохранить. Вы что? Неужели новая культура у меня будет? Это с этого выпало. С зомбака. Он, правда, безоружный был. Но принес нам картофель. Вот так мы с вами, как первооткрыватели, получаем картофель в награду. Окей, давай дальше. Будем делать спуск. Спуск будет выходить вот сюда. Как раз возле этого дерева прям лестница просится. Она прям говорит, чтобы я ее здесь и поставил. Так, камень. Вот тут она будет стоять. Давай у меня 7 штук. Так, и пошло оно вот сюда. Ну, в смысле, я его не посылаю. А мы его аккуратно сейчас с вами увидим. Можем даже с разворотом вот так вот сделать. Да, очень красиво. Просто безумно. Ну, вот так давай. Здесь стену мы тогда поставим. А здесь будет спуск. На две лестницы, как мы на две лестницы поставим. Да никак не поставим. Это тоже надо убирать. Ну, вот так тогда. Тогда не так. Тогда это убирай. Здесь тогда добавляю еще пару камней. Вот так. Тобава лестница шла прямиком. Без поворотов. Для поворотов тут места особо нет. Спуск нам нужен. Нам нужно дерево. Нам нужно дерево и много. Потому что есть планы на дерево. Дом-то надо будет облагораживать. Вот это уже оно. Нормально. Нормально спускаемся. Тут сейчас можно будет и землю поставить. Главное, чтобы никто не подбежал внезапненько. Тут могут быть зеленые твари эти. Которые не горят на солнце. Которых зовут крипер. Так, дайте мне вот это. Как раз возле дерева пойдет лесенка. Нет, это что-то не то. Это я уже задумался. Да, это мы убираем. И ставим лестницу уже здесь. Все, годится. И у меня еще одна лестница осталась. Но спуск уже практически построен. Спуск надо обезопасить. Чтобы к нам вот на этот спуск никто не поднялся. Ну, у меня одна лестница еще есть. Как раз и дерево не тронули. Блин. И дерево не тронули. А здесь уже будем с вами закрываться. Скорее всего. Я думаю спуск. Или до земли доведем. Ладно, до земли доведем. Побежали домой. Ну, вот так вот. Вот так. И здесь будет спуск. И там будет спуск. Это мы сделаем каменную статую. Надо сделать факелы и лестницу наделать. А с чего мы их наделаем? А с чего? Надо было камни запастись. Аж камнем тут много. Чего ты с собой не берешь? Долби давай. Это же твоя шахта. Я не знаю, как я это все закрою. Но этот проход мне здесь не нужен. Уже скелетов я слышу. Ё-моё, уже вечер. Да сиделся. Люк. Люк у меня там есть запасной. Надо принести. Короче, люк поставить, факел. И сколько смогу сделать и лестниц. Но лестниц немного там осталось. Там штук 6-7. Вот за этой стеной эти твари находятся. Вот прямо там они находятся, скоты. Ну, конечно, там целая комната. Не комната, а целая шахта фактически. Поэтому с ней тоже надо что-то будет придумывать. Правда, пока не знаю, что именно. Так, кирка моя уже отработала. Волна взошла. Так, перед этим, как ложиться спать, давайте быстренько насоздаем факелы. Мне нужны палки и уголь. Но это у меня есть. Так, идите в баню. Но сначала лучше лестницы. Сначала лестницы побольше. 4. Я думаю, 12 штук будет. Хватит. Хватит 12 штук. С запасом. По 6. 6. И там 2. 2. 4. Да, 12 штук хватит вполне. Факелы, что не хватает. Факелы у нас тут. Факелы не хватает. Ни палок, ни угля. Ничего нет. Ни древесного угля, ни обычного угля. 2 палки есть. Но 2 палки маловато. Факела надо побольше. Уголь. Уголь печки, по-моему, да, здесь нет? Или есть? Это кремень. Нет. Все, тихо, спокойно? По-моему, да. Здесь у нас уголь. Нет, не здесь. Здесь у нас уголь. Дайте мне 2 штучки. Даже 3 можно. Сколько мы с одной палки сделаем угля? Ой, не угля, а этих штук. 8 факелов. Хватит. Мне что-то не хочется разбилом заниматься. Но, наверное, придется. Дерево у меня с собой нет, да? Да, дерево у меня с собой нет. Зато еще 13 железных слитков. Вот, есть березовое бревно. Доски из акации, бревно из акации, еловые доски, дубовые доски, дубовое бревно. Ну, ладно, придется, березу пилить. Ее много у нас. И палки сразу с них. Давай 4. И сразу факелы. 12 штук, я думаю, пока хватит. Если что, потом добавим. Все это выбрасываем. Картошку оставляем пока до лучших времен. Так как она у нас единственная для разведения на будущее. Потому что вещь реально редкая, реально крутая. По крайней мере, она редкая в моей локации, в моем биоме. Из которого я практически не выходил еще. Поэтому она для меня важна. Все спокойно, все тихо. Ну все, факелы есть. Факелы есть. Лестницы 9 штук. А зачем мне столько лестниц? Не знаю, может ли что-то пригодится. Гнилое мясо. Это выпало с этого мертвяка. Которого мы шлепнули. Нас уже 48 штук земли. Дофига. Ведро. Булыжник. Факелы. И вот это. А, люк. Люк, люк. Спонял. Что-то еще должно было быть. А у меня был запасной люк. Как раз из акации. Как раз он и пойдет. Чтобы дырку закрыть. Чтобы снизу никто к нам не приполз. Все, спать. Все, спать, спать, спать. У меня уже голод там небольшой развивается. Смотреть. Ну, пока. Пока меня не бьют. Я его трогать. В смысле, восполнять не буду. Опять этот хрен стоит. Он постоянно в этом месте находится. Зеленая зараза. Что, побежали дальше. Кирка есть. Лопата еще есть. Выход главное сделать. Ну, а там дерево будем рубить. Будем тогда с вами планировать, как там закрываться. Что-то будем делать. Что-то будем думать. Свинья. А вон он, крипер. Вот подонок. Прямо под этим стоит. Главное, со свиньями не дружат. Со мной нет. У меня же не свинья, конечно. Так, вырисовывается лесенка. Смотрите, вон снизу. Отлично будет выглядеть. Под светим. И возле дерева так гармонично вписывается. То, что надо. Это то, что надо. Спуск нужен. Обязательно. Дерево заготавливать-то надо. Причем не только березу. Мне не береза нужна. Мне на темное дерево. И не акация. Будем искать. Где-то оно есть. Дай выход. Если что. Он у нас имеется. Так. Ну что, поставим здесь люк? Или надо лестницу одну убирать? Наверное, лестницу придется убрать. Да. Давай. Ой. Какой звук страшный. Все отлично. Это тут, конечно, как будто мы с вами падаем. Такое ощущение. Ну все нормально. Продолжаем строить. Главное, чтобы тут никого не было. А так как у нас раннее утро, может быть какой-то заболдыга реально. Который домой еще не дошел. В реальной жизни они зелен... Ой. Вернее, они синие. А у нас они зеленые. Ну что, нормально. Ну как, куда же без этого звука. Мы всегда слышим. Всегда переживаем. Так, доходим. Убираем это. Хотя, что ко мне стоит сейчас подойти, меня взорвать. Согласны? Очень небезопасно, конечно, тут. Давай аккуратно. Ну вот и спуск. Ну еще не спуск. Но уже близко. Еще будем делать, нет? Ну давайте уже, чтобы было как положено. Когда-то еще минус две лестницы. Да куда мне столько? Мне хватит, наверное. Все, шикарно. Спуск готов. Вовремя забежал. Там что-то было. И здесь пару лестниц. Ну вот так. А тут можно третью для красоты. Ну да, вот он подиум. Вот он спуск. Это мы убираем. Это мы убираем. Это уже будет вход в шахту. Сейчас мы его правильно оформим. У меня мало камня. Надо идти долбить всю эту стену. Потому что без стены. И без... Там опять, наверное, кто-то сидит. Ну вот так. И камень пойдет отсюда еще. Вот так. И вот так. Все, здесь будет поручни, наверное. Через которые они не перепрыгнут. Ну а здесь так, чисто для красоты, формальности. Что это у нас каменная штуковина. Но это не нужно. Хотя, может и нужно. Здесь мы факелы поставим. Все, пошли камень. Камень закончился. Сейчас я попробую пробиться опять в эту темноту. Там надо факел разбросать. А ну тихо я пытаюсь слушать. Блин. Сегодня никого. Давай. Делаем это место светлым. Правда, это сделать тяжеловато будет. Здесь много дыр. Из этих дыр могут прийти те, кому мы обычно слышим. Это куда яма. Фиг его знает. Я оттуда хоть выберусь. Тоже интересный вопрос. Ну да, это место я закрыл. Давайте его подсветим. Пусть оно будет светлое хотя бы. И тут вода протекает. О, мышки. Спокойно. Тут кто-то живет. Я даже знаю где. Не буду выяснять конкретнее. Там уже шахта, короче, готова. Не надо ничего и пробивать. Вот туда идем. Здрасьте. Привет, сосед. Назад. Готов. Привет, сосед. Мы его нашли. Нашли того, кто рычал. Интересная, конечно, шахта. Закольцованная. А то копать ничего не надо. У нас уже все готово. Пробиваем сюда. Вот там наш дом. Там наш спуск. Как мы сюда поднимемся? Ну, отлично. Шахту осветили. Все факелы ушли. Надо было делать больше. Ладно. Хорошее место. В принципе, шахта готова. Но я высоко нахожусь. Это я так просто осветил место, чтобы они не рычали. Пусть там свет горит. Потом подумаем, что с этим делать. У меня-то шахта будет здесь, вообще-то. Только надо ее оформить как надо. Так. 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 Давайте дальше лезть в наш домик. Давайте закончим с оформлением нашим. Камень нужен. Камень нужен. Давайте долбить в домике камень. Его все равно выдолбливать надо. Заодно и камнем обзаведемся. Домик шахтера, собственной персоной. Я не знаю, какой он должен быть размером. Я не знаю, куда я сейчас прокопаю. Но в любом случае, первое это окно идет, да? Ну да. Первое по-любому окно. Ну, пробиваем здесь дыру. Вот так это будет выглядеть. Окно надо укрепить как-то. Каким-то образом. Так. Берем верхнюю часть, еще снимаем. Земля мне не нравится надо мной, поэтому что-то придумаем. Так. Готово. Это типа вход. Да. Входим. Это убираем. Тут по-любому надо два прохода, чтобы столы там поставить какие-то. Или что-то там верстак поставить. Это так будет выглядеть. Ну, смотрите, уже нормально. Уже 24 камня. Все, кирка отжила свое. Давай дальше. Так, вот так это будет выглядеть. Это убираем тут, чтобы дверь поставить. Хорошо. Тут я столы перед окном поставлю. Почему бы нет? Формально будет. Тоже будет у нас со свежителем. Со свежим воздухом, наверное. Не знаю, что-то мне не хочется остеклить. Мне дома хватает, что у меня... Что у меня этот... Все застеклено дома. Вот тут одна первая комната будет. А теперь пробиваю вторую. Здесь будет хранилище. Тут я сундуки буду ставить. Как бы из двух комнат мы его сделаем. Заодно сейчас посмотрим, что тут внутри. О, я уже там, где я был, наверное. Знакомое место. Да, сильно тут не разгуляешься. Подожди. Ну да, я даже факел поставил. Комнату решил построить. Ладно, давай вот это убирай. Посмотрим, куда докопаем. Ну вот, вторая комната идет. Это нам не годится. Тут хотя бы пол есть. Есть жилище. Ну вот, еще надо, наверное, чуть-чуть растянуть. Конечно, темнотища. У меня факелов уже нет. Но сейчас будет свет все равно. Все равно мы этот свет сделаем. Так, есть. Готово. Вот такая у нас комната получается. Можно это все сделать домом, да? Да нет, это сильно большой дом. Вот по этот уровень. Я думаю, что куда тут нас... Ё-моё, закладывай это дело. Тут ни черта не видно. Отсюда по-любому придут трупяки рано или поздно. Давай, убирай это все. Мы не будем всю гору с вами потрошить. Поэтому... Поэтому комнату мы сделаем вот такой. Не знаю, нужен мне тут спуск вниз или не нужен. В общем, подумаем пока что. Давай так. Молодец. Теперь убирай. Так, там уже закат. Эту комнату надо заделать. Иначе мы придем, а здесь уже занято. Такое тоже бывает. А вот здесь мы окна поставим. Реально, поставим, чтобы смотреть, что там происходит. Вот, это окна будут. Даже это окна сделаем. Ну, пока так пусть будет. Все отлично. Начинаем прорубивать себе домик. Во. Там будет комната для отдыха. Это рабочая зона. Вот тут будет комната для отдыха. Тут кровать прям просится. А здесь будут эти всякие там склады или плавильные печи. В общем, посмотрим. Много будет плавильных печей, потому что плавить придется много. Все, пошли. Рабочий день закончился. Дальше уже угроза жизни. Возможно. Сердце мое. Посмотрите, как я выгляжу. Это меня зомби. Видать, пару раз шмаганул. И все, я уже ранен. Ну, что еще надо делать этим? То я рыгнул. Ничего себе. И меч надо убирать. Есть шанс, что в бою. В одном из боев. Мы его потеряем. Ну, так как у меня есть каменная. Это твой, блин. Железная руда. Давайте сделаем нормальный железный меч, чтобы убивать побыстрее. Иначе будут убивать нас. Сколько у меня там? 13 литков есть. Давайте сделаем меч. Есть железный слиток. Я думаю, железо мы найдем сразу. Сразу же, как начнем копать шахту. Меч. 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 Уважаемый мой, дорогой меч. Вот ты. Железный меч. Нужна палка. Есть. Все, этот меч я отправляю на пенсию. Ибо он меня подведет рано или поздно, я чувствую. А, у меня есть железный меч. Хорошо, что я его не сделал. Зачем я каменный тогда? Чего с собой таскаю? Все. Хорошо, что не сделал. Верни назад. Слитки. 13 штук. Счастливое число. Ведро пусть остается. Топор у нас на месте. Лопата скоро сломается. Лопату будем делать, нет? Что мы будем копать? Давайте думаем. Что мы будем копать? Копать ничего не будем пока. Или будем? Ладно, давайте сделаем запасную лопату, чтобы потом не бегать. Палки дайте. Палки дайте. Здесь сделаем лопату запасную. И факелы. Уголь. Дайте мой уголь. Давайте побольше. Ладно, 3 хватит. Так, факелы. 12 штук опять хватит. Давай еще один. Я просто обезопасил ту пещеру, чтобы ко мне не приставали там. И поэтому ушли все мои факелы туда. 16. 20. Ну, теперь хватит. Отлично. Я весь уголь взял. Еще спрашиваю, хватит или нет. Все, факелы есть. Ставим туда, куда надо. Лестницы, не знаю, пока не нужны, чтобы не переводить камень, которого и так пока что не хватает. Земля тоже не нужна. Ну, все. Стекло надо. О, я хотел там застеклить малость. И, возможно, выход сделать в ту, в пещеру. Не знаю, зачем он мне нужен, но, возможно, придется его сделать. Там уже две ламы у нас в загороде. Скоро там вообще места не будет. Так, что у нас с песком? Есть у нас вообще хоть чуть-чуть песка. У нас есть два стекла. Этого мало. А песка нет вообще, да? Да, песка нет вообще, но у нас есть спуск. Мы можем спуститься и набрать завтра, если надо будет. Зато полно глины. Давайте землю еще сбросим здесь. Что с собой таскать-то столько земли? Она нам точно уже, наверное, не понадобится. Все, спать. Все, спать. Завтра зачерпнем песка, оформим домик. И надо найти, найти, что еще хотел. Дерево нарубить. Только черного. Не черного, а коричневого. Потому что нам двери надо делать. Ёлок бы нам нарубить. Так, кто-то рычит уже здесь. Скорее всего, наверху. А у нас есть еловые доски? Дубовые, вернее. Еловые-то есть, дубовые доски. Три есть. Одну дверь можем сделать. Ну, давай сделаем, пока я здесь. Дубовая дверь. Нет, еловая мне нужна, не дубовая. Дубовая. Дубовая, как она выглядит? Дубовая со стеклышками. Нет. Мне еловые нужны доски. Еловых у меня всего две. Но есть два бревна еловых. Давай еще одну сделаем. Давай сделаем. Все, готово. Давайте двери сюда. Прочные. Хорошие. Сразу три делаются. Ну, ладно. Так, три двери взяли. Вон, под низом стоит. Сейчас посмотрим. Она еще рычит сверху, по-моему, да? Тихо. Главное двигаться. Но он не вверху, он под низом. Под низом, зараза, стоит. Ну, пусть стоит. Там ему и место. Вот там... А, это никто не стоял. Это мой душ. Я-то его и перепутал. Я-то его и перепутал. С этим зеленым фриком. Ну что, вон туда пойдем. Добывать черные доски. Ну, не черные, коричневые. Потому что здесь ничего нет. Акация только. Акация тоже ничего. Дорого выглядит. Ну, посмотрим. Там дуб, по-моему, да, растет. А елки где-нибудь растут вообще? Что-то с елками не повезло. А елки самые лучшие для создания дверей. Ну, здесь дверь сейчас мы поставим. Так, давай сюда. Хлопайся. Отлично. Ну, сюда поставим прозрачную дверь. Ну, а здесь мне надо стекол немножко поставить. Чтобы здесь было видно мне, что происходит. Кто-то кричит уже там. Во, местечко выбрал. Для того, чтобы шахту копать. Явно проклято. Явно проклято. Отлично. Как ты тут дверь установил? Скажи мне. У нас обычно не ставится, если нет. Ну, поставилась как-то. Как-то поставилась. Так, вот это еще фигня меня интересует. Вы меня просто без ножа зарезали. Когда сообщили, что здесь у меня... Да, я забыл, кстати. Надо этим заняться. Что здесь ничего у меня не вырастет. Потому что у меня система полива не так устроена. Я просто был расстроен, если честно. Ну, смотрите. Ну, как это... Ну, по-моему, она шмокрая, нет? Ну, давайте протестируем. У меня есть одно семя. Я, конечно, вам верю, друзья. Но надо проверять. Растет. Ну, растет же. Но вы мне написали, что в четыре стороны она только вода орошается. Ну, растет же. Или я просто попал, видимо, там, где вода у меня есть. Ну, смотрите. Давайте еще копнем. У меня, правда, семян больше нет. Или не растет. Я не знаю, растет или вообще сейчас протестируем. Сейчас я пойду набью. Нет, ну, тут нет полива, да? Нет, не растет. Вот, зараза. Или растет. Что это такое? Нет, здесь... Хотя сейчас попробуем. Ладно, давайте сейчас подождем. Как раз время пройдет. Конечно, чуть-чуть нелогично. Хотелось бы, чтобы она поливалась. Так классно закрылся. Ничего не видно. Размечтался, да? Ладно. Ладно, ладно. Давай. Тут сейчас семена выпадут. Это, на самом деле, немного и надо, штук 12. Надо было взять, конечно, дома, но я забыл. Сейчас по траве побегаю. Тут обычного дофига выпадает. Ну, шахту нашел еще. Водную. Тут травы хоть отбавляй. Тут вода есть. Теперь можно легко воды набирать. Надо страдать. Ну что, 9 штук хватит, нет? А 10? 10 должно хватить. Удобный спуск позволяет нам сюда забраться. Жалко. Мне так хотелось, чтобы вот именно... Опять эта зараза здесь сидит. Так хотел, чтобы оно поливалось. Но, походу, не будет поливаться. Вот зараза. Хотя зелененькое такое. Хе-хе-хе. Вот зараза. Да, оно уже выросло. Будь дерьмо. Ну, вода ж поднизом. Ну, почему? Ну, ты ж касаешься воды. Теперь переделать все надо будет. Ну, я еще подожду. Я верю. Я пойду за песком схожу. Можно этот песок забрать? Тут что у нас? Водопад? Ох, сюда можно. О, система водопадов. Не хотел бы там внизу оказаться, между прочим. Оттуда хрен выберешь. Сейчас смотрите, как вниз идет. Я выбежу руду какую-то. По-моему, железо. Да, вон, железная руда уже. Ничего себе ущелье. Ладно, давайте песка. В пустыню не пойду, здесь наберу. Мне там немного стекол, на самом деле, надо сделать. Нет, это не трогает, утонем. Мы так утонем. Но она далеко не пошла почему-то. Ну, ладно. Сколько я там песка набил? Кто его считает, нет? Не знаю, вода как-то интересно растекается. Так, что мы с песка набили 31. Я думаю, этого хватит на первое время. Для плавления нашего. Дерьмо. Тут очень надо быть аккуратным с этим ущельем. Иначе можно оказаться внизу. Так. Так, 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 так. Не расслабляемся. Люк я поставил, чтобы его забывать, закрывать. А сюда же. Я же для этого и делаю эту площадку небольшую. Вот это надо убрать. Но раздражает чуть-чуть. Чтобы здесь был камень. Что это за дыра? Отлично. Ну что, не выросла? Вот зараза. Ну тут же вода есть. Но она же должна была вырасти. Нет. Ну и что мы будем делать теперь? Вот скажите мне, что мы теперь будем делать? Как мне систему полива теперь здесь оформить? Сверху наливать получается. А вот мне интересно. Вот смотри, ладно. Допустим, здесь нет, блин, экспериментатора. Хорошо. Смотрим, что мы имеем сверху. Сверху мы имеем вот такую фигню. Здесь тоже будет огород. Если прокопать вот здесь и пустить воду сверху сюда, что будет? А вот мне интересно, что будет. Если вода будет идти не снизу, а насквозь через огород, что произойдет? Будет поливаться? Рошаться будет земля вокруг? Ой, это лама. А ну давай сделаем дополнительный козырек и проверим. Это уже чисто пошли, знаете, эксперименты. Ну, хватит, я думаю, да? Ну вот до этого уровня еще один, да? Я там уже много убираю. Я заливаю сюда воду. Не растет ни черта. Эх, не поливается, зараза. Ладно, убираем. А куда я налил воду? Ну, смотрите, вот здесь я пробиваю дырку. Где у нас идет система полива? Фиг его знает. Сейчас мы увидим, где идет полив. Убирай. Дырка у нас идет вон там. Но нам все равно, в принципе, где у нас идет система полива. Блин, я не могу теперь вылезти. Что-то сделал. Убирай это. Все, уплыло куда-то. Потом исчезнет. Закрываем. Нет, не закрывай, нам надо видеть. Блин, ну практически растет. Я силой мысли пытаюсь заставить его расти. Ну, смотрите, хорошо. Вот тут у нас дыра идет на душ. Здесь у нас идет ничего. Вот над этот участок можно, если пойдет фонтан сверху. Вот скажите, будет поливаться соседняя область? Если не будет, я расстроюсь. Я хочу это проверить сейчас. Закрывай. Мы стоим над... Вот тут, пробивай дырку. Сейчас проверю, это та дырка или нет. Тяжело определить. Блин, я сейчас добегаюсь тут. Значит, блин, столько хочется все попробовать. Да, мы как раз над ним находимся. Здесь я делаю систему водопровода. Заливаю воду просто. И запускаю через эту дырку. Будет ли вокруг вода поливаться? Ваши ставки. Мне тоже кажется, что нет. Но попробовать... Да закрой ты ее. Твою ж мать. Не закрывается дверь. Все, нормально. И тут закрой. Еще кто-то забежит. Надеюсь, я люк закрыл. Все, завтра тестируем. Ведро у меня с собой, вода внизу. Но могу зачерпнуть, если надо будет. В принципе, можно и зачерпнуть. Зачерпнем, нальем, посмотрим. Если будет проходить струя, будут ли поливаться соседние. Вполне возможно. Если вы сообщаете, да, что по правилам здесь должно поливаться влево-вправо, вперед-назад, но не вниз и вверх. Ну, тогда должно. По идее, лево-право будет касаться. Ну, попробую. Если не попробую, так я просто налью воды и забуду обо всем нафиг. Все, я даже сразу спать пойду. Я не хочу ничего сегодня делать. Жалко. Жалко. Так хотелось. Скрытый водопровод сделать. В смысле, я систему полива, чтобы никто не... Ты офигел, что ли? Приполз. Ну, хорошо, у меня есть запасная кровать. Тут меня охраняют. Мои покои. Посплю здесь сегодня. А вон стоит, тварь. В темноте там. Мелькает. Вон они. Даже два. Один с лопатой пришел. Че ты не горишь? Ответь на вопрос. Из-за броника своего на голове? Друг твой он сейчас догорит. И лопата может выпасть. Все, друг догорел. Лопата не выпала. Ну да, этот броник и стоит. Че ты на меня смотришь? Иди сюда. Телевизор черно-белый ты. На голову нацепил и думаешь, что он непобедимый. Нет, подожди. Докопаю. До золота им покажу. Я вижу, что вы в золотых доспехах ходите, тварь. И я буду. И не только в золотых. Ну что, пошли тестировать. Бедро со мной. Удача тоже. Можем зачеркнуть отсюда. Давай попробуем. Отлично. Сейчас налью вверху. А как я налью? А, там не танк надо наливать. Он же просто выльется. Там надо наливать на квадратик дальше. Точно. На квадратик дальше. И тогда пойдет струя. Но надо проделать обязательно дырку. Иначе он в воде стоит. Смотрите. От солнца спастится. Лучник. Надо аккуратно спускаться. Любая тварь может быть. Но пока я бегу отсюда, я вижу, по крайней мере, подходы. Что зеленых хотя бы нет. И тоже хорошо. Так, ладно. Не сюда. И не сюда. Дырку сначала пробей. Дырка совпадает. У нас нифига не выросла. Выросла. Система автополива работает, получается. Да? Ну и кто прав? Она же растет. Ну, может, не так быстро, как там. Там она сразу зеленеет. Но растет. За ночь выросла. Ну, там она растет мгновенно практически. Хотя нет, не мгновенно. Может, так и растет. Короче, по-моему, здесь все в порядке. По-моему, она поливается. Ну, раз я уже пришел, тогда попробуем. Тогда попробуем. Ну, как она? Она же выросла. Согласны? Она же выросла. Тут никого нет? Люк закрыт, люк закрыт. Сюда не проберутся. Все, тогда она растет. Но я уже все равно хочу попробовать. С этой дырки система автополива. Будет симпатично смотреться, кстати. Это уже все заросло. Правда, надо брать отсюда вот. Одну ячейку отсюда брать. Вот тут наливать. И она пойдет прям ником туда. Правда, сейчас затопит, если ничего не сделаю. Ну, так расскажите мне, это поливается или нет? Или она просто сама по себе растет? Но у меня не такое там. Я ж не знаю просто. Я ж не эксперт в Майнкрафте. Поэтому мне непонятно. Автополив работает или нет? Ну, не знаю. Могу еще подождать денек. Посмотрим. Если я соберу урожай, то тогда все ясно становится. Ладно. Ладно. Давайте тогда пойдем дерево порубим. Что там? Дубы у нас, по-моему. Каз дубы нам не нужны. Ну, вот вам и пожалуйста. Я правда не понимаю, растет оно или нет. Но, в общем, посмотреть надо. Если плод даст, тогда можно засеивать все. Блин, ну, тут, конечно, опасная местность. Можно так шагнуть, что окажешься вообще в конце мира этого. Кто это ходит? Ё-моё. Кто-то с иридиевым луком. Это бандит какой-то. Ё-пар-эс-э-тэ. Он меня увидел? У него иридиевый лук. Он меня убьет сейчас нахрен. Вы видели? Он в лесу ходит. Вот это порубил деревья. Короче, это не зомби, но он опасен. Какая-то тварь. Я не пойду сегодня туда. В лесу стояло вообще. Офигеть. Надо быстро прятаться. Он меня с двух разов снесет. У него арбалет в руках, между прочим. А ну, пошли сверху, посмотрим. И он быстрый. И он меня, что самое интересное, закрывай люк нафиг. Он меня увидел вообще издали. Не то, что как монстры там. Он может сюда сейчас, конечно, залезть. Просек, что я там хожу. Вот зараза ж. Так я там ходил раньше, никогда никого не встречал. Вон он. Смотрите. И он меня видит с любого расстояния. Правда, плавать не умеет? Да нет, умеет. Так надо ноги отсюда делать. Короче, вообще обалдеть. Что это за убийца нафиг? Мне с ним лучше, наверное, не встречаться, пока у меня такие доспехи, да? Наверное, да. Так что будем делать? Надеюсь, он меня потерял. Да, это меня не спасет. Надо дом быстрее достраивать. Ну что, он уже желтеет. Я еще денек подожду. Раз такое дело. Офигеть, какой-то наемный убийца. Так он меня вообще уничтожит просто. Он видит за километр просто. Просто издали. Ё-моё, там кто-то еще. Слушайте, они меня задолбали уже. В броне лучник. Лучник в броне, который дважды меня попал. Ну ладно, с этим-то я разобрался. А вот с тем, что делать? Что-то они не дают дом достроить. Пойду-ка я домой. Мне, кстати, надо было здесь... Еще там кто-то ходит. Пойду-ка я сегодня день какой-то неудачный у меня. Может, я просплюсь, и он исчезнет? Может, это как страшный сон? Ну реально, я с ним бы не хотел встретиться на... На открытой местности. Слышите, сходил за дровишками. Вот это да. Так, тут надо забор ставить. Это курица. Фух. Там явно надо забор ставить. Причем срочно. В срочном порядке. А зоркие какие твари. Как будто радар у него на меня. Вообще увидел за километр буквально. И я с таким еще не встречался. Ну, там, наверное, мой счет. Такое ощущение, что что-то чавкает постоянно. Сейчас точно на меня кто-то отсюда... Пора уже стену застраивать. Надеюсь, оно уйдет к завтрашнему одному. Потому что там деревья хорошие, можно порубить. Что это? Эта лопата сломалась. Хо-хо. Хо-хо-хо. Вот, блин, этим станешь. Психом. С такими врагами. Не мешайте мне строить. Я просто хочу строить. Я не хочу пока воевать. У меня нет доспехов. У меня ничего нет. Я с вами явно не справлюсь. Да пока добегу, вы меня уже убьете. Представьте, к нему добежать. Он же начнет палить из арбалета. У него не лук даже, у него арбалет. Ну, интересно, конечно. Интересно. Ладно, все, мы сделали это. Мы построили хотя бы лестницу аккуратную, красивую. Сейчас еще уберем. Я сегодня систему водопровода проверять не буду. Все, отлично. Здесь мы с вами поставим... Что это такое? Что это такое? Почему он меня нервирует? Это что, призрак какой-то или что? Фух. Я уже думал, кто-то залез сюда и меня пытается камнем бросить. Ну, вот тут. Как будто скелет здесь ходит, реально. Так они будут прыгать на меня сверху. Тут надо огородить как-то, чтобы они сюда не попадали. Опять же, забор надо будет ставить. Но здесь я знаю, что я сделаю. Здесь тоже поставлю. Лестница должна быть недоступна. Никоим образом. Никоим. Поэтому здесь мы с вами поставим ограждение. Это будет спуск. Ну, точнее, еще большой спуск. Все, на то пошло уж. Такого спуска будет вполне достаточно. Здесь я поставлю забор и ворота. Но мне нужно дерево, чтобы поставить забор и ворота. Так, доделаем последние штрихи нашей лестницы. Она должна быть идеальной. Понесло. Понесло. Просто немножко нервозно стало после вида нового врага, которого я до этого еще не встречал. Так, тут пара факелов бы не помешало. Мы тут на подъеме, я думаю. Парочка тоже не помешает. Хотя отсюда на меня нападут. Нет, один факел здесь будет. Стена будет строиться. Стена будет строиться. Сколько у меня камня? 18 штук. Обалдеть. Камня вообще нет. Снимай еще один ряд. Чего ты собрался ограждение делать, если камня нет? Ты еще шахтой не занимался. А шахтой бы желательно заняться. Потому что вы видели, какие враги. А я в своих железных доспехах. Штаны только недавно себе выковал. Срочно надо шахту запускать. Потому что дальше уже, как вы видите, охотятся на меня. Хорошо, что я наверху был. Он просто не успел переплыть реку. Я быстро спрятался. Все, пора бежать. Дальше не рискую, мало ли что. Тут кто-то рычит, я не могу вылезти. Стремное местечко тоже. Такое ощущение, что отсюда на меня нападут. Ну что, следим дальше за нашим этим. Завтра посмотрим. Ну, по-моему, оно... Ну, с водой, конечно, оно быстрее намного растет. Да, мы... Я его за несколько часов собирал. Все, вверху... Ох, это облако. Это облако. Все, нафиг отсюда. Этот меня хоть не преследует ночью? Нет, там пауки... Нет, ночью не будет бегать. Его ночью сожрут. Он же тоже человек, по сути, да? Как и я. Ну, походу, да. Походу, он человек. Жесть, конечно. Ну, так и поработает. Думал, в пустыне там песка набрать нужное количество. А... Походишь, там в пустыне. Стрела в зад сразу прилетит. Причем с иридиевого арбалета. Или зачарованного. Я не знаю, какой... Что это за металл? Еще с этим... Зачарование, походу. В обучении там что-то показывали нам, да? Такого качества. Да нет, его сожрут там. Смотрите, сколько пауков. Нет, там шансов у него нет. Что мне надо было сделать? На случай, если меня убьют. Выложи ты эти лестницы. Потеряешь все. Когда тебя шлепнут. Выложил, да? Мясо. Мясо выложи тоже. Но пока не надо. Две косточки туда же и одна стрела. Это мы сегодня достали. Есть песок. Давайте. Полки уже приблизились. Дверь закрыта. Никто ж не войдет. Надеюсь, что нет. Но меня этот напугал, конечно, конкретно. Давайте песка наплавим. Максимум, сколько там будет. Все, пошли. Место надо занимать, пока можно выспаться. Тут сейчас набегут же сразу. Все, уходи, бандит. Уходи, мне дерево нужно. Я с тобой пока еще не хочу сражаться. Я знаю, что ты меня убьешь с одного выстрела. Вон там, в том лесу ходил. Охотился, походу, зараза. А я смотрю, что-то быстро бегает между деревьями. Я сначала не понял, что за фигня. Мои монстры, скелеты и зомби так не двигаются. Это вообще наемный убийца какой-то. Меня уже выслеживает какая-то корпорация. Как бы не те жители деревушки, с которыми мы с вами встретились. Ведьма. Ну, где ты? Зараза, где-то здесь стоит. Или внизу, или вверху. Ну, лучше внизу. Снизу она не доберется. О, телепортнулась. Можно, конечно... А, вон, это зараза черная. Это он телепортнулся. Смотрите, он уже близко. Он возле дома. Вон, перемещается. Смотрите, как быстро. И теперь исчез. И теперь его здесь нет. Да ведьма, конечно, на нервы давит конкретно. Блин, это... Это сложно. Сложно с этим смириться. Так, мне нужна дверь. Мне нужна дверь из акации. Вот это мне должна... Или нет? Чтобы я видел что-то внутри. Вот это мне нужна дверь. Мне нужно 6 досок из акации. У меня есть сколько? 3 доски. Из акации. Это еловые. Это вообще земля. Что он тут делает, не знаю. Бревно из акации есть. Давайте 6 досок сделаем. 7. О, хватит. 7 есть. Делаем, да? Да, получается 3 двери. Ставим теперь. Мне нужен... Мне нужен... Мне нужны ограждения. Мне нужно ограждение. Как его построить? Нет, подожди. Мне ограждения не нужно или нужно? Сколько у меня камня? 42. Я думаю. Я думаю. Мне нужны ворота. Вот что мне нужно. Ворота на вход. Ворота на вход обезопасить. Две доски, короче, надо. У меня есть две доски. Нет, распиливать надо. Давай, распиливать. Ладно, что-то нас не убили, пока мы будем распиливать. Акацию берем? Нет, берем березу. Давай, берез у меня дофига с другой стороны моего дома. Акацию еще надо добежать до нее, как мы видим. Шансов мало. Палки есть. Должны быть. А, я потратил все на факелы. Нет, палок. Теперь есть 4. Блин, выходить не обязательно. Привычка выходить. Ворота из березового забора. Ну, пусть будет белый. Есть. Теперь мне нужен... Выходить не обязательно. Мне нужен, наверное, забор. Вот это мне надо 6 штук. Там надо все застроить, чтобы они даже и не думали. Чтобы у них даже мыслей не было. Ну, хватит, я думаю. 16 штук. Дальше посчитаем. 16 по 8. Нет, надо больше. Надо 24. 24 надо. Ну что, как мне теперь выйти незаметно? Чтобы эта тварь на меня не напала. А я еще и раненый фактически. Ну, не раненый. Ну да, я дрался. Был, был же уж бой, был. Бой был. Ладно, не боимся. Выходим. Главное не останавливаться. Главное двигаться. Его здесь нет. Или есть. Ладно, машем во все стороны. Да, мышкой, конечно, было бы немножко удобно драться. Здесь пока развернешься. Тут все-таки реакция будет важна. Блин, пол дня уже прошло. Ну что? Ублюдок, который гулял в лесу, ушел? Или мне придется с ним сразиться? Конечно, желательно в него с лука пострелять. Прятаться и стрелять. Прятаться и стрелять за деревом. Но он приближается, зараза. Там он опять кто-то стоит. Зеленый. Нет. Зеленый, по-моему, стоит. Или это проблески? Это проблески. Это не зеленый. Пошли закроем ворота. Здесь поставим двери. Чтобы я уже спокойно себя чувствовал. Окна я забыл забрать. Ну, молодец. Они мне, правда, еще не дожарились там. Все годится. Двери прозрачные обязательно. Тут все. Тут все. Я, кстати, не проверил свой урожай. Так задумался о другом. Тут не очень, конечно, у нас развязка, но другой нет. Так архитекта. Нет, ни хрена он не растет. Он уже должен быть желтым. Он растет сам по себе, там, как этот саморост какой-то. Ну, это нас не устраивает, такая скорость урожая. Ну, что, ставим? Если будут ворота, то они уже сюда войти не смогут, да? Ну, да. Ну, да. Ворота, если хочешь, двойные. Надо было делать двойные. Ладно, еще одни сделаем. Я же размах сделал большой. Ну, давай пока так. Потом исправим. Сделаем двойные. Для красоты дела. Но пока что так. Правда, это никого не задержит. Потому что здесь-то не ворота, да и здесь не ворота. А ну, давай забор сюда. Как его соединить? Его можно соединить вообще? Вполне. Только этого дофига уйдет, конечно, с забора. Но зато они отсюда не залезут. Ну, да. Весь и уйдет сейчас. Ладно, давай проставим сначала так. Зато это уже будет безопасно. И забор они не перепрыгивают. Но это по моим наблюдениям. И я его не могу перепрыгнуть. Соответственно, да? Все. Нифига не видно, но безопасно. Это же сделаем и с этой стороны. Потому что тут тоже не очень эффективная система защиты. Сколько у меня 17? Вот так сделаем. Тут у нас будет свет. Свет с одной стороны ставим, чтобы они не пролезли. Но сюда они не допрыгнут, я надеюсь. Хотя могут. Свет можно и на дерево повесить. Убирай. Дерево-то для чего-то здесь стоит, правильно? Правильно. Если стоит дерево, значит будем делать свет. Можно и тут повесить свет, если очень хочется. Но на дереве как-то смотрится более гармонично. Как в старину. Ладно, поехали далее. Выставляем. Нам не хватит уже, я вижу, камня. Наших стен, которые мы с вами планируем поставить. Все, до дерева соединили. Теперь от дерева, чтобы они сюда не залезли. Но 5 уже точно не хватит. Ладно. Все равно за воротами идти. И за стеклом. А все тут поставить. Все равно ставится. Последний остался. Ну все, тут они не проберутся. Тут проберутся. Тут будет ворота. Хотя они могут вот так прыгнуть. Что им помешает пройти именно. Но мы этого берем и поставим тогда на этом. Что тут не гормон. А, одной не хватает. Ну все, понял. В общем, мне не хватает. Они все равно по 4 делаются. Пошли одним глазом посмотрим теперь. За поворот. Еще раз гляну. Какие тут цветочки красивые. Ладно, не смотри. Осторожно под ноги, главное смотри. Вот тут я его увидел. Ну сверху, конечно, лучше было посмотреть сначала. Да нет, ну я же сюда бегал, помните, гриблюж смотрел. Вон он. Слушайте, он постоянно здесь. Это что за пипец нахрен? Как мне дерево собирать в таких условиях? Там находится, короче. Стоит каждый день. Ну ладно, я тебя грохну, тварь. Подожди, я соберу армию, выброшу все предметы, я с тобой разберусь. Туда вообще нельзя ходить. Подожди, подожди. Тут у меня хоть никто... Можно это дерево... Это сваи, это волк, его можно приручить. Кстати, можно взять волка и его натравить на него. Он на меня нападает или просто так? У меня кости с собой нет. Нет, по-моему он просто так. Ладно, дайте я это дерево хоть срублю. Мне акация нужна. Или это не акация? Ладно, не важно, дайте мне дерево. Все, пойдем домой. Солнце уже садится. Это я просто к ближайшему дереву бегу. Он мой гриб. Я туда аж бегал, прикиньте. Если я туда добегал, то... А там вообще, прямо там охотник находится. Ну, тварюка. Ну, я подготовлюсь. Я подготовлюсь к нашей встрече. Если, конечно, он за мной сейчас не идет по пятам. Что вполне вероятно. Даже темень. Уже на ощупь бью. Все, я побежал. Так, вдруг. Не добегу. Ого, я дома зашел. Я как хоббит начинаю волноваться. Ох, еще и дочь пошла. Слушайте, не проклятие, что-то пошли. Я как раз там, откуда обычно смотрю в окно на это безобразие. Как я тут оказался сам? Меч, да возьми в руки, балбес. Вон огонек мой. Я обычно в это время уже бегу по мосту домой. Сейчас... Это... Фух, это ландыш. Сейчас я в опасности. Хоббиту страшно. Держись. Мы шир не покидаем. Все, я дома. О, песик. Если что, я знаю, кто меня прикроет, если что. Так, земля у нас есть, должна быть. Ну что, я нашел несколько дубовых досок. Привет, родной. Там такие ужасы творятся. Не выходи никогда больше. Ты так не выходишь. Но зато здесь есть прикрытие, если что. Всегда можно знать, что тебя здесь прикроют и поддержат. Тут второй друг. Тоже, который поддержит. Ладно, пошли, пока я помню, доделаем. Вот как пшеница должна выглядеть. Вот это с поливом. Там не пойми что. Слушайте, а дождь редко здесь идет вообще. Я не помню, когда последний раз шел. В обучении, по-моему, последний раз шел. Наверное, может, это локация такая. Так, ворота из акации мне нужны. Четыре палки. Есть у меня еще четыре забора из акации, между прочим. Надо об этом помнить. Есть дубовые доски. Я нашел темный дуб. Слышите, там другой вид дерева. Это вообще черный дуб. Круто. Там дальше он находится. Есть две пары дверей. На двери мне пока не нужны. Если меня убьют, хотя бы, чтобы двери остались живы. Береза. Береза. Зачем мне... А что я березу с собой таскаю? Доски из акации. Мне нужны в ворота. А, ворота мне нужны. Давай распилом занимайся. Березовые доски. Палки. Ворота. Все, березу поставили. Теперь мне нужен... Я не могу себя заставить не выходить. Мне нужен забор. Я думаю, шесть штук хватит. Шесть штук здесь, а там у нас будет стена и двери. Я буду ставить там, где у нас будет шахта. Также закрою потолок. Наверное, стеклом. Стекло у меня должно быть. Тут все нормально у нас? Кто-то порыкивает. Да, здесь мы с вами берем... Стекло забираем. Тридцать одно. И было у меня еще два. Где у меня еще два было? Здесь у меня два было. В сумме тридцать три. Ну, все-все остальное, возможно, понадобится. Ничего выкладывать не буду. Доски из акации, наверное, не нужны, как и бревно. Диорит. Это я как-то в порыве страсти нашел. И дубовое бревно тоже не нужно, пока пусть здесь лежит. Мы с вами берем только стекла и берем пока стену булыжника. И ворота еще один, чтобы поставить внизу. Ну, и остальное все. Тут тоже можно выбросить. Все, пошли спать. Погода нелетная сегодня. Так и думал, блин. Хрен поспишь. Привет, пес. Охраняй выход. Потому что с другой стороны еще один пес охраняет выход. И это место самое безопасное, наверное, в доме. Потому что везде телохранители есть. Надо с собой кость носить. Потому что еще одна собака, я думаю, мне не помешает. Где-то посадить ее, наверное, в шахтерском домике уже можно ее посадить. Все, дождь закончился. А шумы еще есть. О, затих. Нормально. Нормально, нормально. Все, тут спокойно. Я побежал сразу. У меня дело. Темный дуб, короче, ближе сюда. С той стороны озера находится. Меня, в принципе, устраивает елка. Если бы елку найти. Вот эти двери самые надежные, как по мне. Ну вот, трава уже, смотрите, дошла и стала зеленеть. Наблюдаю просто. Подходы смотрю. Ну, затем, ублюдка, мы с вами поохотимся. Я попробую его с... Ну, я думаю, там всегда будет находиться. Ждать меня, пока я туда пойду за древесиной. Пока я его не убью, наверное, не успокоится. Сволочная такая. Ну, я пойду туда с луком. Я ему покажу. Ладно. Что-то с дверьми проблема. Не могу закрыть. Маленькими которые. Чем займемся сейчас? Я хотел сделать... Давайте закончим спуск. Ну что? Очень медленно растет. Полива нет. Да. Все-таки правило... Есть правило. Ничего. Вот это опасный выход. Тут стена будет и дверь будет. Да. Когда будет, не знаю, но будет. О! Здесь был... Здесь был кто-то. Кто не смог войти... В мою крепость. Отлично. Теперь мы ее укрепим, чтобы он вообще не вошел в мою крепость. Давай вторую... Вторые ворота. Окей. Вот теперь оно. Вот теперь оно. Только давай вот это сюда. Здесь тоже должна быть защита, иначе нас шлепнут. Ну, в принципе, можем не защиту поставить, не ворота ставить, а поставить вот так вот. Будет как спуск, а сверху... Ну, смотрите, я же закрытыми воротами никак их не перепрыгну. Ну, и они тут, по идее, не должны. Ну, а так можно, конечно. Но чтобы сюда допрыгнуть, им надо очень сильно постараться. Но я думаю, у них это получится, если они захотят. Поэтому давайте чуть-чуть поднимем. Так, а тут так... А, мне одной не хватило, аж точно. Думаю, что-то несимметричненько. А несимметрию мы не любим с вами. Все, королевский спуск готов. Я думаю, они сюда не залезут. Единственное, что не видно нифига, ни справа, ни слева. Поэтому я предлагаю здесь пару окон ставить. Ну, чтобы не было сюрприза. Что тут стоит зеленая тварь, которая меня взорвет. Чтобы я хотя бы видел сбоку, что здесь творится. Ну, это уже дизайнерские находки уже пошли у меня. Внедрение называется дизайнерское. Во. Так я, по крайней мере, буду видеть, что слева... А, ну, закройте ворота. Что слева и справа находятся. Хотя бы на этом уровне. Можно это еще выкосить, конечно. Давайте выкосим. Может, не пропадает? Нет. Вот, пожалуйста. Можем здесь еще стекло поставить. Стекол мы с вами нажарили нормально. Да, так надежнее. Так хотя бы видно, кто сверху. И будет ли он приближаться. Так тогда сделаем и... Я сейчас точно закупорюсь, как обычно. Давай, это тут не нужно. Ну, давай тогда и здесь стекло поставим. Стекло? Да, стекло лучше, чтобы видно было. Все. Выход открыт. Будет такой у нас дизайн камня и стекла. Зато безопасно. И можно войти. И все видно. А можно даже через верх. Нет, через верх мы не перепрыгнем. Ну и хорошо, что мы через верх не перепрыгнем. Можем еще факел добавить. Для лучшей освещенности нашей лестницы. Так как могут появиться твари прямо тут. Ну вот тут, я думаю, один можно поставить. Прям просится. Тут я не знаю, что будет, но пока что поставлю. И вот тут один. Конечно, несимметрично. Тут дерево. Ну, зато безопасно. Давай тут поставим два. Все, вот это оно. Света тут много. Вот тут, чтобы они не появлялись. Временный факел. Да и тут желательно. Все, пошли с водопроводом разберемся сегодня. Да нет, это надо убрать. Это не дело, конечно. Это правда моя лестница. Какая это твоя лестница? Убирай давай. Все, это мы убрали. Мы подчистили эту зону. Здесь можно поставить кусок забора. Стекла пока не нужны. Землю вернуть? Нечего. Разбрасываться землей. Вот тут надо закрыть. Вот так. Ну, а тут поставить. Я не знаю, что-то. Да, вот так, наверное. Все. Отсюда они не залезут. Сюда не перепрыгнут. Здесь у нас постамент. В дерево выходит, да? Ну, да. Здесь они уже не проберутся. Это тоже можно убрать. Сверху, конечно, могут прыгануть вот отсюда. Но мы это тоже пресечем. Чуть попозже. Так, тут все окей. Тут лесенка. Тут прям можно строить еще одну лестницу. Хотя спуск есть. Зачем нам тут лестница? Не знаю. Тут я подумаю еще, что делать. Ну, все. С выходом мы с вами порешали. Выход из шахтерского домика. Вот так он будет выглядеть. А там я, по-моему, не допилил. Или это не выросло еще? Все, пошли систему водопровода теперь проверим. Ну, наш эксперимент, который мы... Блин, натыкано. Там четыре. Там на дереве висит. Факел. Ладно. Так-так не видно. Вот так вот. О. Фото для пресса просто. Хорошо. Выход сделали. Можно ходить за деревом. Но теперь другая проблема. Маньяк появился в лесу. Так-то все нормально было до этого момента. Пока я не видел, что он там бегает. Теперь это вообще стрёмно ходить. Меня не так эти пугают. Зомби. Или как их там? Криперы всякие. Ну что, пробуем. Как я и планировал. Ну, давай. Ну, что, получилось, что-то мы тут взяли даже. Можно пшеницу вырастить. Она все-таки, наверное, поливается чуть-чуть. Ну, давайте уже провернем так, как планировали. Там вода спокойная. Ну что, запускаем. Воду сверху. Я себя чувствую, как это. Ну, ты юный изобретатель, нафиг. Давай. Вот сюда выливай. Даже можем чуть-чуть шаг. Нет, давай сюда выливать. У нас никуда не денется. Если что, потом поставим этот, и она исчезнет. Давай попробуем. Что она вниз не пошла? Или пошла? Или я не вижу просто? Оно. О, пошла вниз. Хе-хе-хе. Ну, как вам система? А теперь вопрос. Вокруг будет вода? Орошение будет идти? Я не знаю. Ваши ставки. Я сейчас попробую посадить тут пару зерен. Ну, вода что, есть? Ну, оно то и то выросло. Ну, наверное, это не то, конечно. Да, Малась? Или то? Хрен его знает. То или не то. Давайте я все тут копаю. Засажу. Хотя мне все 8 штук. Сильно не разгуляешься. Нет, она, по-моему, не орошается. Да? Хотя касается справа и слева. Наверное, нет. Давайте я налью другой воды. Я просто, я должен выяснить. Это, конечно, не очень, не столь важно, конечно. Но я должен выяснить. Дайте мне водицы. Нет, не говори слово водицы. Сразу вспоминается одна песня. Воды дайте мне. Песня, которую лучше забыть. Вот это давайте. Ну, а так, конечно, у нас система водопровода еще та. Вода начинается сверху. Дождь. Это уже фантазия пошла. Накапливает это все. И вода автоматически, да, поливается все-таки. Поливается. Вот это уже оно выросло. Вот так оно должно расти очень быстро. А что тут не растет? Ладно, эксперимент отложим. Вот она, вода, которая мокрая. А почему она так избрана? Там есть. Здесь видим, что нет. Блин, солнце уже село. Да что ж такое. Ладно, проверим. Посадим везде, а там посмотрим. Но она не... Нет, поливается потихоньку. Походу, поливается. Не хватило немножко. Да, поливается. Ну, нет. Вот, теперь видно. Вот эти вот участки поливаются. А что рядом не поливается? Дальний полился. Эти два не полились. Дальний полился. Я сейчас, наверное, сломаю систему Майнкрафта. Систему полива. Нет, я уже не пойду вниз. Дураков нет. Завтра. Тем более, у меня зерна дома есть. Чего не рисковать жизнью? Пошли отсюда. Ну, вот такая система полива. Не знаю. Кто прав, кто нет. Согласен. Тогда не поливалось. Потому что вот сейчас и видно черную землю. Вот земля должна быть такая прям... Прям мрачная вон стоит уже. О, да и тут их куча. Почти не видно, но не есть. Вон с золотым шлемом стоит. Ох, будут у меня ночные вылазки на вас, зараза. Ох, я поглумлюсь над вами, наверное. Или вы надо мной. Интересно, сколько вас набить за ночь можно? Буду есть и убивать вас. Сейчас домой доберусь. Подождите. А потом буду есть и убивать вас. Ну, все. Смотрим. Система водопровода такая бы мне подошла. Если бы, конечно, она поливалась нормально. Что у нас осталось? У нас осталось стекла. Я так и не вставил на сегодня. Чтобы уже огородить комнатку. И потихоньку ее обустраивать. С водопроводом тогда... Ну, вылью рядом ведро воды. Пусть. Ну, сделаю ячейку тогда маленькую. О, смотрите. Теперь спуск. Спуск видно теперь. Вот так теперь. Теперь у нас два ярких места. Ну, не удивительно, что сюда начинают приходить всякие твари. В виде наемных убийц каких-то. С арбалетами или с луками. Не знаю. Место-то теперь с космоса практически видно. Когда мы стеклянный мост построим и подсветим его. Представляете, этот вид? Это будет круто. Ну, пошли посмотрим, что там у нас водопровод наш сделал. Так, у меня с собой стекла. Двери нам нужны? Нет. Шахту, в смысле, спуск. Ну, желательно, наверное... Давайте возьмем прозрачные двери. А, есть, да. Давай забор из акации возьмем. Может, куда-то пристроим его. Ворота нам не нужны. У нас спуск будет один. Я с разных сторон не буду делать спуски, потому что это очаревато. Я лучше обойду гору. Если мне туда надо будет. Вон, горят твари. А, этим криперам хоть бы что. Смотрите, те сгорают. Кто без брони и без всего на свете. А этот под деревом стал и нормально ему. Да, наемный убийца, ты меня жри. Блин, смотрите, как красиво. Там душ, там душ. Можно купаться прямо вверху. Не обязательно ходить вниз. Ну что, выросло чего-нибудь. Ну что, орошается. Орошается. Есть. Есть контакт. Я забыл взять зерна, я тут набью. Есть контакт. Все работает. Это круто. Система водопровода. Вот эта часть сейчас что-то не мокрая до сих пор, но уже готовые плоды. Вот это уже да, вот это уже орошение. Ну что, эксперимент провели, подтвердили, все работает. Все хорошо. Здесь у меня даже выемка какая-то есть, но лучше здесь поставить, наверное, факел. Воду брать пока не будем. Это у меня был нижний огород. А вверху будет огород у меня с картошкой. Я посмотрю, как там ту картошку еще. Она у меня одна. Тут у меня балкончик. Ну, круто. Пошли набьем зерен. Тут теперь безопасно. Можно даже до этого момента. Теперь налево посмотрел, как дорога переходит, да? Направо или наоборот, не знаю. Назад. Машина. Где ты? А, вон стоит один. Один под деревом стоит. Айболит. Один где-то здесь стоит. Слышь хрен. Что я тебя слышу, но не вижу. Но не слева. Справа? А ну сюда. Отмесь. Нет, и тут спокойно сел. Он где-то в горе, наверное, находится. Вон тварь стоит еще одна. А, это овцы спокойно. Сейчас пойду его шлепну. А, его же нет. Я думал, он за деревом спрятался. Тут еще, блин, чернющая пещера внутри. Ну, города чисто для того, чтобы здесь копать. Там много проходов прямой. А, этот рычит. То ли вот здесь внизу стоит. Утонул. Вот туда упасть все. Короче, надо это место оградить. Я реально... Он опять мне на ухо рычит. Потом, что он, в земле, что ли? Место оградить надо. Иначе я его там окажусь точно рано или поздно. Когда буду убежать или убегать от кого-нибудь. Чтобы узнать, что здесь опасность. Вообще, в надпись написать опасность. И сюда лучше не поднимать. Ну, тут можно выбраться. Ну, как-то так. Надо так вот перекрыть. Чтобы... Твари могут быть просто. Вот вам пещеры еще. Все, вот так вот закроем. Там мыши пищат. Которые, кстати, сегодня не появлялись особо. Я к чему вышел-то? Я ж вышел за этим. За зерном. Чтобы закончить уже это дело. Ну что, сколько я там набил? Пять штук. Это что, не хватит. Все, готово. Я думаю, этого нам хватит с головой. Пошли закончим наш нижний огород. Будет еще верхний огород. Там место просто отличное. Под солнцем. Хоть бери и... Живи там сам. Ну, все, окей. Так, этим мы займемся в следующей серии. Это мы уже подбираемся потихоньку к созданию шахты. Воронки. Там тоже надо все делать продуманно. Но, опять же, нужны запасы дерева. О! Тут курица была. Ну, теперь орошение стопроцентное. Водопровод рабочий. Вот так он выглядит. Начинается исток отсюда. Здесь мы с вами немножко почистим. Сделаем небольшой тоже огородец. Но это уже будет позже. Вот эту лестницу еще закончить. Сколько у меня? 11? Ну, давайте хотя бы чуть-чуть. Земли, в принципе. Нет, давайте... Ну, вот эту точно надо убирать. Эта часть точно не желаем. Не, не желаем. Жизни у него здесь не будет. Потому что здесь, по-любому, должен быть камень. И для вида, и для крепости. Чтобы не было оползня, или еще чего-нибудь. Вот это приведем в порядок, насколько это возможно. Цветочек пришлось срубить. Это большая потеря. Для природы. Нашего майнкрафта. Вот это. Вот как-то так. Сколько у меня осталось? Два камня еще. Ну да. Ну, а тут пока земля останется. Камней больше нет. Все, годится. Дальше будет видно. Факелы. Осветим это место. Как сможем. Чтобы сюда не шастала, товарищ, всякая. Светок забрать. Ну, все. Дальше видно будет. С одной стороны пока светим. Можем здесь осветить. Все. Ну, вот так вот. Там с огородом, когда решим, тогда поменяем на камень. Тут все работает. Отлично. Тут все работает. Можно засаживать. Все плодится, все размножается. Шикарно. Берем. Добавляем. Первый огород готов. Так. Огород шахтера. Назовем маленький. С оригинальной системой орошения. Хе-хе-хе. Ну да. Так, так, так. Так, я думаю. Не часто орошают огороды. Но я хотел скрытую систему сделать. Но не получилось. Решил сделать открытую. Даже уникальную, можно сказать. Отлично. Работает. Эксперимент прошел. Так, нам тут надо с вами стекла еще вставить. Да, тварь очень где-то тут. Убираем вот это. Так, раз. И тут стекло надо вставить, чтобы было видно. Верхний сначала. Тут, конечно, с шахтой придется потрудиться. Там хаос самый настоящий. С этой шахтой, если честно. Сколько у меня камня выбилось? Пять штук. Как видите, тут не совсем понятно, что, где. Выходы, входы. Надо заделать лишнее и оставить там, где я уверен. В том, что все будет окей. Так, стекла, стекла, стекла ставим. Я думаю, где-то тут. Подождите, так ставим? Или так ставим? Как ставим? Ну, давайте поставим пошире. Отсюда, наверное, поставим. Так тут факел. Не поставишь. Чтобы я видел пол. Так зачем ты это тогда поставил? Не знаю. Давай. Предлагаю сделать пол стеклянный. Вот до этого уровня. А потом, как это будет выгреть? Чуть не догоню. А, ну, тут пол. Давай, делаем пол, потом посмотрим. Блин, камни не поднимаются. Падают вниз и вниз. Ну, вот до этого уровня делаем стеклянный пол. Давай, ставь. Раз, два. И здесь три, четыре. Вот так. Тут можно сделать пять. Вот это надо убрать, к сожалению. Куда он упал? Надеюсь, мне у руки. Вещь, конечно, хорошая, полезная. А нет, он внизу лежит. Ну, ладно, факел, прощай. Я же обратно не залезу. А если я залезу, то из-за факела погибнуть. Сделаем стеклянную штуковину. Вот так. Можно факел отсюда бросить. У меня их четыре. Где-нибудь тут повыше поставить, и будет светло. Сейчас я его опять разобью, да. Возможно. Так, тут сделали. Сделали. И вот здесь будет у нас застеклянение. Нет, будет сделано вот здесь застеклянение по вот этому уровню. Вот по этому уровню оно и будет сделано. Тут будет такая выемка, чтобы я видел, что тут происходит. Все, закрываемся. Такая смотровая будет площадка. Да, с этим. Со стеклянным полом. Здесь будет кровать. Здесь побольше света. Иначе в один из дней мы сюда придем. И у нас удивят. Все, света достаточно. Мы видим, что происходит в нижней шахте. На улице уже ночь. Но я не боюсь. Потому что здесь уже тоже безопасно. И здесь есть зерно. А если есть зерно, значит с голоду мы уже не умрем. Ну все тогда, да. А, еще одну вещь хотел попробовать. Ладно. Попробуем это уже в следующей серии. Ну что, мы кое-как начали с вами. Ну, вернее, не кое-как. Хорошо продвинулись по стройке нашего дома. Сделали выход. Уникальный автополив. Это курица вверху. Туда камня чуть-чуть не хватило. Но я сейчас, конечно, рискну. Встретили наемного убийцу. Который сейчас нас, наверное, и закулит тут. Всех. Нафиг. Как раз вот, смотрите. Теперь у нас 7 метров. Вот теперь у нас все как надо. Как тут мрачно. Интересно, ночью посмотреть. Этот ублюдок там бегает, нет? Проклятущий-то. Там надо ворота поставить, закрыть. Еще тоже сделать. Но тут, я не знаю. Тут тоже желательно этот ограждение поставить, чтобы они на меня не нападали. Шахту будем захватывать, скорее всего, сверху. Потому что мне не устраивает этот туннель. Я думаю, его тоже надо будет ограждать. Но это я уже себе заметки делаю на будущую серию. Что мне надо сделать? В общем, ограждение построить. Раз. Ворота поставить. Два. Чтобы сюда не входили. Оформить ствол шахты, чтобы туда никто не прыгал и не падал. Три. Систему орошения. Разбить еще один огород вверху. Четыре. Заняться домиком шахтера. Уже обстановкой. Будем уже въезжать туда. Кровать, я думаю, будем ставить. Пять. Но вход, я думаю, достаточно защищен. Через него никто не войдет. Ну и легкие коррективы. Там что-нибудь по дизайну придумаем. Из того, что у нас имеется. Хотел сходить за деревом. Сегодня хорошо дерево набить. Не получилось. Убийца там ходит. Ну все. Все, что мог, я сделал, друзья. Ну, в принципе, нормально сегодня продвинулись. Даже систему водопровода проверили. И утвердили. Подпись поставили. И все. Привет, пес. Как там жизнь вообще? Охраняешь? И эту систему орошения можно, в принципе, и вверху так же оформить. Ну, не фонтаном, а как-то так, чтобы она растекалась. Ну, в общем, будет красиво, я думаю. Я думал, скрыть ее вообще, чтобы не было видно. Зарыть и все, чтобы она поливалась. Но, оказывается, если сверху, нельзя. Ладно. Нельзя сверху, тогда пустили все равно сверху. Сверху у нас фонтан пошел. Ну, так-то можно. Ну, думаю, можно. Ну что, 10 окон мы с вами сэкономили. Из 33, которые у нас были в наличии. Можем также сбросить сюда заборы. Хотя они нам понадобятся в следующей серии. Лестницы пока, наверное, не нужны. Будем потихоньку переезжать. Это что, земля? Земля... А чем мы не объединим эту с этим? Объединили одна лишняя. А это что, земля? Что-то здесь делаешь, земля. Три-две дверки у нас еще осталось. Четыре забора. Я хочу кое-что попробовать. Пока что не трогаем. Три стены оставляем. Еду давайте доберем. Наш гнилой урожай. Хлеб, вот, смотрите, есть. Три надо. Давайте сделаем хлеб. Это у нас предостаточно. Я просто его не собираю пока. Мы на хлеб перешли, видите? Мясо перестали есть. Пусть 10 будет. Собирать надо, конечно. Это гнилое мясо нас не интересует. Какие-то цветы. Ух ты. Хаустония серая. Такой у нас не было. Да и мак у нас не было. Это мак. А мак можно разводить? У меня уже пошло до мысли. Не в ту сторону. Еще потом арестуют. Ладно, давай это сюда. Это сюда. Земля нам, наверное, пока не нужна в таких количествах. Да, нам вообще не нужна. Что мы там будем делать? Там земли у нас много будет. Когда будем грядку вверху расчищать, у нас ее будет дофига. Заборы мне нужны. И этот, и этот, и этот нужен. Зачем ты его выложил? Каменная мотыга практически сдохла. И топор сдох. Может сразу сделать, пока я помню. Палки нужны. Палок вечно не хватает. Березовые берем. Березовых у нас предостаточно. А где у нас береза? А мы ее что-то опять сюда вниз положили. Там, где у нас камни и песок. Дубовое бревно. Я перепутал, видать. Ну да, потом бы в жизни не нашел. Забыл, что оно у меня было. А потом бы потом выяснилось, что да, оно же есть. Давайте разрезать березовые доски, делать палки. И соберем... А у меня камня нет. Ха-ха. Все, камня нет. Поэтому я не сделаю ничего. Я последний камень вложил. Последний камень я вложил в дело. Вон моя крепость. Ну тут можно, конечно, где-то отбить кусок камня. Да, собака? Мы что в пещере находимся? Ну тут, правда, все вылизано. Просто, просто блеск. Поэтому здесь что-то мне не хочется. О, кто-то в воде. А, это ты? А ты не утонешь хоть? Надеюсь, нет. Точно, тут можно камня рубаной. Я тебя спас. Спас собаку. Я тебя в шахте рубану. Сейчас это чувствую, дорублюсь. Я сюда не заходил в долгие годы. Сейчас чувствую, меня тут встретят в моей шахте. Она стрёмная, кстати. Реально стрёмная. Мне в той... Зашёл на свою голову. Хоть бы собаку с собой взял. Балбес. Тут и скелет и паук. Пошёл я отсюда. Не люблю эту шахту. И где-то там, недалеко, там, видимо, перегородка. Я не знаю, сколько я набрал, но тут стрёмно находиться. Не хочу здесь быть. Собака, охраняй. Я не знаю, как ты тут сидишь. Но здесь не очень приятно находиться. У тебя не очень хороший пост. Лучший пост с теплицы. Закрытый со всех сторон. Он там сидит. Но здесь ещё ничего, потому что дом рядом. Внизу ещё пару... Блин, уже ночь. Ну, в смысле, в день. Давайте я хоть посплю хотя бы минут 15 перед рассветом. Ну, мотыга мне не нужна новая. На самом-то деле. Хотя у меня огород. Огород впереди. Ладно, мотыга пусть будет. Ладно, я сделаю, там посмотрим. Топор мне нужен. Раз. Топор точно нужен. Ещё один камень нужен. Всё, мотыга мне точно не нужна. Я думаю, там... Это мелочи жизни, на самом деле. Огород. Я не думаю, что он будет большой. Потому что у меня всего одна картофелина. И картофелина. Короче, туда её... Одну посадим и будем ждать урожая. Поэтому выбрасываем пока лишнее. Эти доски всякие. Брёвна. Всё пока оставляем тут. Ведро с водой. Берём, не берём. Берём, не берём. Пока не надо. Неизвестно, что нам ждёт дальше. Потому что мы пойдём за дровами в следующей серии. Нам нужны будут дрова. И, возможно, нас убьют. Поэтому ведро лучше сохранить. Хотя металл у меня есть. Если что, можно выплавить другое. Но я привык к этому ведру. Мы с ним близки. Всё. Два камня я беру с собой. Заборы беру с собой. Это задаток на следующую серию. Ну всё, друзья. На этом всё. Заканчиваем. И в следующей серии продолжаем. Спасибо, что смотрели. С вами был Дмитрий. Канал Шедвель. Игровые миры. До новых серий Майнкрафт. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.